Детская сборная по хоккею победила в Дальневосточном турнире. Поздравляем! И у нас в гостях Денис Чудинов, тренер детской сборной Якутии по хоккею. И, конечно же, маленькие победители. Костя Попов, капитан, помаши в камеру, лучший игрок турнира, Артем Морозов, нападающий и Витя Егоров, защитник. Вот такие ребята. Да, доброе утро, чемпионы. Ну как ваше чемпионское настроение? Да, скажите. Замечательно. Денис, ну расскажите, как ребята попали на турнир, как готовились? Ну это у нас уже второй турнир в городе Благовещенск. В прошлом году мы участвовали, заняли третье призовое место. В этом году поехали за кубком. Ну как и обещали, мы его привезли. Ребята показали очень хороший уровень, показали характер, волю к победе. И заслуженно, я считаю, очень заслуженно получили кубок. А с какими соперниками вам пришлось встретиться? Так же, как в прошлом году, там было две команды из Ванина, это поселок городского типа. Также с города Чита была команда, местная команда с Благовещенска. Так, и у нас еще были команды. Ребят, подскажите, подскажите. Приморья. А, еще Уссуризм. Уссуризм, да. А вот кто был фаворит? Да, есть какие-то у вас сильные команды? Ну, фаворитом, я считаю, была команда из Ванина. Они в прошлом году стали победителями этого турнира. Но вы их победили. Мы их победили, да. На групповом этапе первая же игра у нас была с ними со счетом 3-1. Наша сборная в Якутии победила. У меня есть вопрос к ребятам. Ребят, я, естественно, девочка. Я вообще далека от хоккея. Я даже, по-моему, на коньках уже забыла, как кататься. В каком возрасте вы пришли заниматься в хоккей? Сами хотели или папа с мамой отдали? Я с трех, с половиной лет пошел в хоккей. Я пошел с трех, тоже с половиной лет. А сейчас сколько вам молодые люди? Мне 8 лет. Мне 8. Вы взрослее выглядите. А, Витя. А ты? А я, не знаю, мне мама сказала. А я даже не помню, да, так рано отдали. А как проходят ваши занятия? Надели коньки, выехали на лед или как-то по-другому? Также проводим разминку, а потом делаем упражнение. Микрофон к себе поближе? Делаем упражнение. Кроме тренировок на льду есть еще какие-то без гоньков? Да. Сухая тренировка. Сухая тренировка. ОФП и Барсковая. ОФП. Это как это? Сухая тренировка. ОФП – это такая тренировка, мы растягиваем мышцы. Отжимания, приседы, бег. Сколько ты отжимаешься? Ну, вообще у нас на тренировке всегда по 10 отжиманий. Всегда по 10, да? Да. А у вас уже появился вот этот вот дух команды? Да. Как вы его создавали? Не ссоритесь в команде? Как вы вместе работаете на льду? Ну, иногда такое бывает. А, но мальчишки соперничают. Иногда ссорим. Ну, а как миритесь? После драки или передраки? Тренер сказал мириться, вот они и мирятся, правильно? Нет, мы сами мирятся. Ну, да. Отлично. Есть у вас, ребята, какие-то хоккейные кумиры, великие спортсмены, на кого вы ориентируетесь? Мечтаете войти в сборную по хоккею России? Да, да, конечно. Кто у вас, скажем так, бог хоккея для вас? Ну, это не обязательно же, наверное, российский хоккеист может быть, да? Для меня самый лучший – это Валерий Харланов. О, до сих пор Марку держит, да? Моего парша брата звали Валера. У меня Евгений Малкин. Валерий Харланов. Ну, вот, вот они, фавориты, да? Да. Получается, вот вы – полярный волк. Да. Есть у вас какой-то девиз, слоган у полярных волков? Ну, наверное, побеждать не нравится. Есть, но только школьный. Почему? Когда мы едины? Мы не победимы. Вот, правильно, Денис. Ну, вообще, сборной нашей, нашей якутской сборной, дети из каких? А, с города… А, с города… Соренька же выбирают самых-самых сильных. С города Якутска и города Нерингри. То есть у нас школа по зимним видам спорта, у нас есть филиал в городе Нерингри. То есть мы делаем на базе этой школы сборную, едем на соревнования, показываем, ну, то есть лицо нашей сборной, сборную Якутию делаем. То есть у нас есть клуб «Энергия», есть «Полярные волки», но на выездных соревнованиях мы – Якутия. То есть сейчас у нас здесь сидят лучшие из лучших. Да, я это почувствовал. А скажите, вот много детей, вот становится больше и больше детей, которые занимаются хоккеем? Насколько много желающих? Ну, сейчас наборы составляют около, ну, 50-ти, возможно, 60-ти, возможно, больше человек сейчас набор идет в данный момент, да. Ну, не каждого ребенка берут, да? Берут, без противопоказаний по здоровью, всех берут. Далее идут тренировки, потом идут тестирования, отсев идет. Отсев в любом случае? Да, по спортивному принципу просто, поймите, у нас один ледовый дворец, нам крайне не хватает льда, у нас тренировки с 6 утра начинаются и заканчиваются, до часу ночи идут. Вот. Ситуацию очень сильная, конечно, исправит еще один ледовый дворец. То есть будет гораздо больше детей, больше будет конкуренции, соответственно, и качество самой игры у детей будет выше, когда они будут соревноваться больше. Просто у нас по 2011 году конкурировать можно только вот за 800 километров с Нерингрей. То есть постоянно ездить, а игры нужны постоянно. То есть игровая практика. Здорово, чтобы воспитывать ребят. Да. И расскажите, вот как вообще заниматься с детьми? Настолько это сложно? Ну, это... Буквально у нас минутка до конца разговор. И вот как выстраивать? Малыши 3,5 года, боже мой, они же балуются. Да, ну, как с ними быть вообще? Ну, прежде всего нужно заинтересовать детей. То есть все тренировки строятся на базе игровой тренировки. То есть все упражнения этой игры на развитие разных способностей, внимательности, скорости, ловкости. То есть вот так вот. Еще, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить за вот нашу поездку сейчас научно-производственную компанию Саха Академ Ресурс. То, что они нам помогли съездить, показать результат. То есть мы, можно сказать, ввелись не только за нашу республику, да. Ну, то есть люди, которые болеют за хоккей, то есть мы старались оправдать их надежды. Поддерживать вас, да. Я вижу, это статуэтка или это кубок, это что? Покажи, вот подержи так, чтобы камера смогла взять. Это предмет гордости. Это лучший игрок команды. Так. Вот, сидит скромно и прячет его. Ну, хочется вас поздравить, хочется пожелать дальнейших успехов, чтобы действительно вам на пути встречались люди, которые вас поддерживают. Ну, и ребятам... Да, мы думаем, что это еще не одна победа. Это только первое в оси прияте. И, ребята, вам, слушайтесь тренера, достигайте новых высот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.